Модерн Бенони очень острый, очень опасный, но в то же время очень интересный дебил за черный против Д4. У него не самая лучшая репутация, многие тренеры показывают детям партии Смыслова, Петросяна, Ботвинника, Забела, как они громили мастеров или средней руки гроссмейстов. Но если играть активно черными, если играть точно, можно победить соперника любого уровня сложности. В этом нам поможет Магнус Карлсон, который с помощью Модерн Бенони в 2022 году разгромил Аниша Гири. Давайте смотреть. У Магнуса был немножко непривычный порядок ходов, обычно играют здесь на Д4 Коня Ф6 и на С4, С5, и затем уже на Д5 играют Е6. У Магнуса была перестановка ходов, Е6, С5, взяли, взяли, Д6, В6, С7, Коня Ф6. Возникает главная позиция защиты Модерн Бенони. В центре пешечное преимущество у белых, у черных пешечное преимущество на ферзевом фланге. Подразумевается, что белые будут пытаться прорываться в центре, а черные должны этому помешать и должны сами активничать на ферзевом фланге. Конь Д2, рокировка, слон Е2. Этот план как раз и Петросян, и Смыслов, кто только его не применял. Впервые Немцович за белым предложил. И обычно, когда черные играют ладья Е8 или А6, Б5, у белых все складывается хорошо. На ход А6 белые отвечают А4 и потом уверенно ставят своего коня на С4. Магнус выбирает план с ходом кодя А6, который очень любил Виктор Львович Корчной. План очень коварный и очень интересный. Я его всячески рекомендую практически против любого варианта модерн Винони. Ну, кроме, конечно, самых остротемповых, когда белые там с дебюта Ф4 и Е5. Итак, коня А6. В чем задумка? Задумка в том, что бить конями позиционно не рекомендуется. Почему? Потому что откроется линия Б для черной ладьи, будет давление на пешку Б2. Если пешка Б2 пойдет на Б3, там слон на Ж7 очень неплохо оживет. И в то же время преимущество двух слонов черным будет очень сильно помогать, а сдвоенные пешки еще долго не будут сказываться. Поэтому белые здесь не бьют. Они идут в рокировку. Ладья Е8. Для чего делается этот код? Чтобы конь с Д2 не шел на С4. То есть сейчас оба коня привязаны к защите пешки Е4. Белые отвязаны от коня. И конь отправляется на С7. Суть маневра коде А6, коде С7. Начинается долгое, как говорится, долго, но надежно готовится код Б5. Одна из главных идей черных в модерн-биноме. Естественно, белые мешают этому кодам А4. И следует код Б6. Казалось бы, зачем Б6? Для чего? Не совсем понятно. А между прочим, код очень логичен. Белые мешают пойти на Б5. Ну, то есть просто пойти А6, Ладья Б8 и Б5. Пешкой на А4, кодем на С3 и слонов на Е2. И черные, как стесненная сторона, они собираются менять легкие фигуры. Причем менять на те фигуры, которые мешают проводить ход Б5. То есть слон А6 выходит. Слон был бы рад поменяться на слона, но он вполне рад и размену на коня Ц4. Обратите внимание, как стало больше пространства для ладьи, для передвижения ладьи, ферзя черных. Пока черные все еще стеснены. Но ход Б5 уже не выглядит невозможно. То есть, по сути, буквально осталось только ферзя на D7. А6 полезный профилактический код. Вообще, я всегда рекомендую на такие неприятные связки H6 ходить почти всегда. Ну, а G5, как говорится, если совсем судьба заставит. Если нет нужды, G5 я не хожу, а вот H6 стараюсь ходить почти всегда. Почему? Потому что в нужный момент на код H6 может не найться времени. А так это какой-то выигрыш там. И так, ферзь D7. Готовится ход B5. Одна из главных идей черных. А вообще, глобальная, стратегическая идея черных здесь. Провести свою пешку B, которая стоит на B6, не поверите, но в ферзя. Большая часть успешных партий за черных заканчивается превращением этой пешки в ферзя. И Магнус Карлсон здесь не был исключением. Он благополучно превратил свою пешку в ферзя ходом где-то через 30. И так, ферзь D3. Белые всячески мешают ходу B5. То есть, теперь у белых 4 удара на поле B5. Пешка, слон, конь и ферзь. У черных 3 удара. Пешка, конь и ферзь. Можно, конечно, пойти ладья B8, но ладьей A не пойти привязана ладья к защите пешки. А ладьей SE пока толку нет. Поэтому черные активизируют те фигуры, которые не играют. Вообще-то создалась угроза хода ходе F4. И ферзь перестанет мешать проводить B5. Белые готовят стоянку ферзю. Черные продолжают улучшаться. Слон Е5, полезный конь. Слон F2. Ладья, наконец, идет на B8. Ладья A3. Конь F4. Здесь белые, а не в гире белого, пошел ферзь D2 и допустил ход B5. После чего его позиция стала катастрофически улучшаться. Компьютер рекомендует идти в ферзь на F1. Но ход B5 тоже возможен. Правда, там с включением интересного промежутка. Что на АБ надо будет в начале слон C3 бабахнуть. И съесть уже затем пешку. Получается довольно-таки интересная позиция. Взяли-взяли. Где у белых преимущество двух слонов. У черных, как говорил Чегорин, преимущество двух коней. Ну, понятно, это шутливая такая фраза. Понятно, что обычно два слона сильнее коней. Но тут у черных бонусом идет владение линией А. И очень стесненное положение белого белопольного слона. То есть, если слон отходит на D3, Е2, то черные с радостью его разменяют. Ну, может, вначале ладьей куда-то вторгнуться. Потом разменяют. И не будет никакого преимущества двух слонов. Если же слон отходит на B3, то следует ход C4. Ну, и как-то вот, да, язык не поворачивается. Вот такое вот состояние в дел называть преимуществом двух слонов. Слоны слишком пассивные. Слишком закрытая для них позиция. Поэтому нельзя сказать, что белые здесь владеют преимуществом двух слонов. То есть, даже при сильнейшем ходе белых, черные проводили бы свою идею с ходом B5 по-любому. Ферзь идет на D2. B5. Взяли, 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 взяли. Слон отходит. Можно, в принципе, уже играть B4. Но Карлсон, как настоящий, ну, не буду называть чемпионом мира, настоящий номер один в мировом рейтинге, показывает, что главная в шахматах это профила. То есть, единственная активная возможность белых, белые здесь очень сильно стеснены, заключается в том, чтобы пойти G3 и скупить Ферзьем на А3. В соответствии, профилактика, подготовка отличной стоянки для коня, и ход G3 перестает быть таким страшным. Белые готовят ход F4, но черные препятствуют этому ходу. Теперь на ход F4 последует удар слон C3 с последующим ударом на Е4 Ферзьем. Что, согласитесь, не очень приятно. Поэтому кода F4 нету. Есть вместо него код слон H3. На что черные уже реализуют свою идею и отправляются в лагерь к белому. Ладья вторглась в лагерь. Дело осталось за мало. Привести коня через B5 на D4. Я бы, наверное, кстати, может быть... Да нет, Ладья 1, конечно, точный ход. Ферзь Е2 препятствует ходу конь B5. И здесь Карлсон допускает небольшую неточность. Он ходит F6. По-человечески понятно. Честно говоря, я бы, наверное, сам здесь пошел бы так. Ну и Карлсон, естественно, хоть он там еще пилотбирал в первую очередь. Человек, он не машина. Ход логичный. Создается давление на поле B2. Где-то давление на поле F3. И, кстати, давление на поле F3 они в гире недооценивают. Он совершает сразу же ошибку B3. Это, кстати, поучительная ошибка. Она совершается, скажем так, не один десяток, не одну сотню раз в известных понепарках модерн-биноиде. Это типичная ошибка. Белых и черные должны уметь за нее наказать. В чем ошибка? Дело в том, что белые зевают активизацию черного коня. Белые зевают активизацию черного коня. Дело в том, что понь вроде бы встал под бой, а бить его нельзя. Из-за тактики ладья бьет D1. Ладья бьет D1. Ферзь F3. Ну, с последующим Ферзь D1. И прочими неприятными вещами. Да, и позиция черных абсолютно выиграна. Зевнул они жгели такую активизацию. Но, правда, компьютер советует не доводить до греха. И просто железной рукой Ферзь E8. Коня на B5 поставить. Наверное, и так хорошо, и так хорошо. Потому что B3 ход более чем естественный. Итак, конь B5. Ладья F1. Вроде бы поле F4 становится белым доступно для движения пешкой. Но конь D4. Конь D4. Нападение на Ферзь F3. Нападение на все движущиеся пешки. И ход H5. Ход H5. Тут такой интересный момент, что пока F4 все-таки еще недоступно. Фигуры белых... Ну, тут ударов ученых просто больше. А остальные фигуры белых привязаны к защите. Слон идет на F5. Конь с радостью на него меняется. Другой конь прыгает на E7. И происходит вскрытие линии H. Дальше. В лучших традициях. Когда у нас есть перевес, мы должны привязывать соперника к защите своих слабых пешек. Через угрозу мат. Слон привязывается к защите на G1. Ферзь H4. Попытка привязать еще на этот раз белого ферзя к защите пешки G4. И попытка почти удается. Но у черных есть гораздо интереснее идея, чем какая-то активность на королевском фланге. То есть хочется предостеречь от всяких ходов. Типа ладья А2. Ничего это не дает. У белых почти на все есть ладья F2. Или что-то в этом роде. Или конь F2. То есть попытка навалиться на короля, к сожалению, в современных шахматах при должном уровне защиты обычно заканчивается безуспешно. А вот попытка сыграть по правилу двух слабостей, то есть сочетать атаку на короля с проведением, скажем, проходной пешки на ферзь он фланг. Это уже интересно. Как я уже сказал, одна из главных задач модерн Беноне провести пешку B ферзя. Соответственно, тактическая модель, которую мы все время должны просматривать, это жертвонуть пешку C4 и пробежать пешки B ферзя. К сожалению, сейчас на ход C4 следует ферзь C8 промежуток и уже ферзь бьет C4. И Карсон здесь делает сильнейший ход по F8. Правда, теперь он почему-то передул. Хотя от C4 действительно нет никакой защиты. Взяли, пешка идет и в лучшем случае белым придется отдать коня за эту пешку. То есть очень тяжело ее остановить. Без потерь остановить, я бы сказал, невозможно. Вместо этого Карлсон предложил переход в М. Понять его, кстати, можно, потому что без ферзей пешка B3 сама собой упадет. А прорыв C4 B3 тоже пройдет сам собой. То есть вообще без каких-то сложностей. Ход FG5 Каунсона абсолютно не пугал, потому что после хода FG6 все равно бы. Я бы уже даже сказал, размен ферзей был бы неизбежен. Но тут ферзи меняются немножко, ну скажем так, не в полной мере в благоприятной редакции. Владея F2 взяли-взяли, взяли-взяли. И пешка все-таки пошла в прорыв. То есть, ну, нельзя сказать, что что-то у черных плохо. У черных объективно выиграно все, но нужна точность. Потому что белые тут съедают парочку пехок через шахи. Угрожают пойти, кстати, вот нельзя спешить B2. То есть многие подумают, что вот пошел человек конем на Е4. Не атакуют, пойду-ка пешкой ферзя. А потом после хода конь D2 попробую эту пешку проведить. Поэтому профилактика важнее всего, ход слон C3, H4, B2 и точные уходы от шахов. Все, шахи кончились, шахов больше нет. Черные реализовали все свои идеи. Спасибо за просмотр. До свидания.